И в Писаниях описано о том, что если ты идешь совершать омовение в Святой реке, ты при этом очищаешься. Но природа Вайшнава такова, что даже если ты просто находишься с ним рядом, даже если ты просто смотришь или он видит тебя, то ты при этом очищаешься. И это очищение уже идет из сердца. Если в Воды Ганге они очищают нас снаружи, то Вайшнавы способны очищать нас изнутри. Верховный Господь в Писании говорит сам о себе, о том, где он всегда находится. Я хожусь в сердцах своих преданных. Я хожусь в сердцах своих преданных. Верховный Господь всегда говорит, что я нахожусь всегда в сердцах святых людей, которые ни о чем меня не просят, ни о чем материальном. Они просят лишь о служении мне. И вот так этот Киртан, эта песня является прославлением Вайшнава. Кто еще стоит Киртан? Какой Киртан будет? Начинайте. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как вы говорите? Я сказала, что, может быть, два свеча, если вы хотите поговорить. О, окей. Как вы говорите? Если вы хотите сказать что-то, вы можете сказать о Харикадане, так что вы можете поговорить. Теперь мы поговорим о Харикадане. Окей. Окей. Окей, вы можете говорить о Харикадане, о Бхагавадхатах, окей? Окей. Окей. Сегодня мы поговорим о Бхагавадхатах. Окей. Окей. Да. Однажды, во времени, что вынести rebuilt Римал Дхагавадхат Philip foruks, dassи-сре-一起 в цели独 sail Мехавадхат Тхмах Saran. Мехавадът needок. Это означает, помните что-то захватил Мехавада. Мангалачарана. Мангалачарана. Мангалачарана обозначает только приятное вступление, то, что требуется в начале любого каждого тела. Мангалачарана. 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 До того, как начинать читать Шимад Бхагатам, предлагает свои поклоны своему почитаемому божеству, тем, с которым взаимоотношения, вечные взаимоотношения. Таким образом, в первом слоге он говорит, что это медитация. Он говорит, о чем медитация, он говорит, что это Сатям Парамадхима. Он хочет медитация к Суприме Третью. Таким образом, он хочет медитация к которому. Теперь он говорит, что же он говорит, что Кришfir, Он THE Супремste, Он говорит, что Сащидананда рупая бишва-патване, табатра세, нацист, и кришнабьян, Он говорит, что это buffalo? Ты не знаешь это? Ты имею в виду Carn Barry Парамадхима. Таким образом, он говорит, что это медитация к Кришна. Он говорит, что он говорит, что он имеет poell bangмахима. Таким образом, что он говорит, она не знable, что он говорит, что он говорит. Я предлагаю свой поклон Высшей Абсолютной Истине. Кто является Высшей Абсолютной Истине? Шри Кришна. Почему именно Шри Кришна является Высшей Абсолютной Истиной? Потому что говорится в этом стихе сачитанандарупая, То есть Кришна, Он сачит Ананда, Он Вечность, Он Блаженство и Он Знание. Да. So, Jeeva also, he parts and parts of this Jeeva. So this is the, you are the eternal servant of Lord Krishna. Our nature also likes this. Always you try, everybody want to make the eternal. Anybody don't want to die this material world. Everyone is in Nalaya, everybody don't want to make foolish. And everybody is searching for happiness. Why? For Krishna, He is the person and the person of Lord Jeeva. So He is always searching for three things. You try to nicely explain this thing. And as he is your own, personal and personalэйс, And since He is the personal and spiritual, And He is the physical, And He is the way is born, And He is the Son of holy. Именно поэтому все души, являясь его частичками, его крохотными частичками, тоже всегда ищут эти три составляющие. Каждый из нас, он ищет здоровье, то есть вечную жизнь, никто не хочет стареть и умирать. Все из нас ищут знания, то есть все стараются получить образование и все понимать о том, что вокруг него происходит. И блаженство, так как Господь это олицетворенное блаженство, он всегда, он всей радостный, всегда счастлив. Также и каждый из нас тоже ищет счастье, он тоже хочет быть всегда счастливым. Все это потому, что душа это маленькая частичка Бога, у него присутствуют все качества Верховной Личности Бога. Что он делает? Его имя, Вишlong Паттады, его имя, Бог. G-O-D. Геоменит генератер. Омени аппаратер, демони, дештрай. Кто делает такие вещи? Двери вещи он делает. Кто является Богом? Бог это тот кто создает все, кто поддерживает жизнь во всем и тот кто разрушает. Бишват-патрай, это та-патрай, бина-сайя, если кто-то будет селтаром, то что происходит? Несмотря на то, что мы ищем красоту и вечную жизнь, несмотря на то, что мы ищем знания и мы ищем счастье, каждый из нас сталкивается тем, что найти мы не можем. Почему? Потому что мы пытаемся это найти в инертной бессознательной материи. Мы стараемся найти эти качества души, которые являются духовными, они не материальные эти качества, не вечность, не красота, не знания, это не материальные качества. А мы пытаемся это найти в нечто инертном и бездушном. И поэтому все обречены на то, что люди испытывают неудовольство, неудовлетворение, разочарование. Потому что любые взаимоотношения, какие бы они ни строли вокруг себя, они не дают реализовать эти три вещи. Оно все неминуемо гибнет, все неминуемо разрушается и все неминуемо изменяется. Так как Господь, тот, который все это создает, все это поддерживает и все это разрушает, именно Он является источником этих качеств, Он находится вне материального мира, который разрушается и меняется. Именно Он только может подарить эти три вещи. Если человек на самом деле ищет вечность, ищет знания, ищет блаженство, ему нужно обратиться к источнику, ему нужно обратиться к Господу. И там он только получит удовлетворение. Только там он может это получить. И Шукатурга сама не просто произносит поклоны верховной личности, потому что он говорит, ищет Кришне, и не просто Кришне, его высшему имену, и Шри и Кришне. То есть концепции Господа с его второй половиной, Шри и Шасашимати Радхи, Радхи и Кришне. Да, поэтому он говорит, почему требуются к Радхи Радхи? Он говорит, что без сภима Радхи, Восстание Радхи Радхи, Nietzsche не могут согласиться к Кришне. И в бриндаване, Он говорит, Радхи, 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 Ибои не мифдиси не говорит Кришне, почему вы поплечете к Стрима Радхи? Кришне, иначе он поплечете к Кришне. Почему при поклонении Господа важно поклоняться Его Шахте? Почему не обойтись без поклонения Радарани? Потому что если мы хотим достичь Кришну, то это возможно только, только она является растворенным служением Кришны. Только если человек принимает Ее руководство, только тогда у него появляется возможность защитить Кришну. Кришна во всем слушается Ее. Да, если у него нет силы, если человек может взять, как бы его отчасти, то без него нет силы, он не может делать ничего. Но как это может быть Кришна? Кришна с силой, что без Радарани, Кришна не может делать ничего. Ничего нельзя сделать без силы. Если есть силы, то можно поднять книгу. А если нет силы, то книгу не поднять. Вот эта сила у нас называется Шахте. Что же является, кто же является Шахте Кришне? Шахте Кришне этой силой, всеми Его возможностями является Шаматирадарами. So, first they are offering to Srimati, Кришна, Радарани. This is the meditation. Then he is telling, second slough, he is telling, you know, what is the Samandha Abhidhaya? Abhidhaya meaning, what is the process, you know? What is the process to attain this love? And second slough, what is the Srimad Bhagavad take a vow? Meaning, if somebody takes shelter to Krishna's lotus feet, then Krishna, what he gave to us? What is the Akhtar Bha? This is the second slough. So, in the first slough, he represents the prayer of the Radya Krishna, and the second slough is Abhidheya, Abhidheya, or process. Not Provision, Abhidheya. Abhidheya is the process. He describes the process, how do you need to attain this love? The vowels. The vowels. The vowels. What is the Bhagavad if somebody takes shelter? What is the Bhagavad, what is the Bhagavad, what is the Bhagavad? Bhagavad. Not Provision, not Provision, Provision is another thing. And what is the Bhagavad? What Bhagavad? What Bhagavad? Bhagavad. Bhagavad. Taking Pratykhya. Ah, Bhagavad. And Srimad Bhagavad, in the second slough, there is a question about what is the Bhagavad? Yes. Understand? You can tell everybody, you are nicely hearing this thing. I want, after everybody, one-one picture, nice-nice picture, not listening, decide to go out there, decide to go out there, decide to go nicely, and if it's possible to do also notes, I want to hear everybody, one-one, nice-nice, devotees. You know? So, what is the Bhagavad? What is the Bhagavad? It's possible in the same way. What is the Bhagavad? What is the Bhagavad? Первый датит, он получил 100. Второй датит, 500. Второй датит, 5000. Почему три датит, он получил 100? Почему? Почему? Если вы понимаете, что три датит, он получил 3 датит. В ersten датит на тело палит, он получил 100, и другая его, послепил двоев, так что вы думаете, что некоторые aus wombовы исходьте. Second is the ear is little bit, but this ear. But go take out. And third is the one drop in Mixes . Even this 3 that is the same. Like this, there are 3 kinds of listeners like this, Harya Krishna. Но одна стоила при этом 100 рублей, вторая 500 рублей, а третья 5 тысяч рублей. И человек недоумевал, почему три одинаковые куклы имеют такую разную цену. И тогда продавец сказал, вы принесите три стакана воды, и я вам покажу. Когда влили в одной кукле в ухо воду, то оно тут же и вытекло. И в другой кукле влили в ухо, вытекло из другого уха. А третья кукла, когда ее влили в ухо, она уже ни капли туда не вытекла. Он говорит, вот у этой куклы, у нее что вошло, что и вышло. Вот эта кукла, она хотя бы через себя немножко пропустила. А вот эта кукла, она все приняла в себе в сердце, и уже ничего не вышло. Говорит, нам нужно всем быть, как вот эта кукла за 5 тысяч рублей, чтобы все, что мы слышим, чтобы она не просто вошло и вышло, а чтобы она осталась уже там с сердцем. А так же есть три вида слушателя. Шрота. 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 Сто, тот, который пришел на лекцию и выспался. Шрота. Лучше всего быть именно хорошим слушателем, это либо как лебедь, который принимает сущность, либо еще вторая аналогия идет как шмель, который летает по разным цветам, но пьет из каждого цветка только самый сладкий мед. Поэтому, если вы не знаете, то, что вы будете делать это хорошо, если вы будете пропускать через себя и записывать, то вы станете хорошими проповедниками. Хорошо. Значит, вторая аналогия говорит о сказках, шмель, хрик, 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 хрик. Барди. Тальше, шмель, хрик. Дальше, схемы, хрик, хрик, хрик. Продолжение следует... Продолжение следует... Если прослушать бакватам, если служить бакватам, то человек получает не нечто временное, принадлежащее этому миру, не какие-то временные предметы, объекты. И даже не получает, не выше этого, он даже не просто получает освобождение из этого мира, становится абсолютно свободной, независимой. Потому что это тоже, по сути дела, является притворством. Это не истинная природа души. Это высший предел притворства, люцемерия. Баквата дает нечто гораздо выше. Баквата, человек, который слушает бакватам, человек, который служит бакватам, человек, который предается полностью бакватам, обретает вечную жизнь, вечную любовь и вечное знание. Он обретает Кришну прямо. Продолжение следует... Не как это, как Дхарма, Арта, Кам, Три, Три, Три. Это всегда темпоративно. Но если Бхагаватам дает силу, Он дает правильное, что Бог, Он дает eternal, санат, сасвата, и только Бог. То есть Бхагаватам дает васта вася, Бхагаватам дает реальное, Бхагаватам дает настоящее. Бхагаватам не просто дает человеку возможно следование Дхармии, Он не просто дает какие то материальные блага, Арата, Мукши и Кама. Нет, Бхагаватам дает именно Кришна Пряма. Достержение Кришна Пряма. Здесь Три Атра. Атра, атрам meaning «Ин Срима Бхагават». Вася Три Бхагават. Три Атра telling Rishidas, Три Бхагавата gave to us, telling Садда, Ириды, Абаруддхата аттрам. С материалом правительства, когда ты делаешь то, что ты делаешь в этом, то только ты не делаешь. Но such a glory есть в Стримад Бхагавад. Вы не приходите, теперь в вашем доме. Вы есть железный, когда вы жили в тот день. Вы жили в Тапуре, члены, что Крисна катха, Бхагавад катха. Только думаем о том, что Аминь Кришна, Он придет и вернулся в твою сердце. Он полностью исчезнет, он не может выйти из вашего сердца. Атра означает, что внутри? Атра означает, что внутри Атра. Атра означает, что три раза вы говорите, что это полностью Дух. Дхарма, паразитокайтава, Атра, бедхавастава, Атра. Треть Атра означает, что саддхридхаварутхет Атра. Что уже было сказано, говорит о том, что даже если она дарует такой плод, что обычно в этом мире только по совершению определенной деятельности ты можешь получить результат этой деятельности, то есть ты не можешь получить диплом без прохождения обучения в этом университете. Но Шимад Бхагатам заверяют о том, что даже те, кто еще не прослушал Шимад Бхагатам, а еще те, кто просто желает его прослушать, уже тогда Кришна входит в сердце и не выходит оттуда. Если нет возможности поехать послушать Шимад Бхагатам, у человека просто появилось желание это сделать, уже тогда Кришна входит в сердце и не прослушал даже Шимад Бхагатам. Так что вы видите Синимат-bhagаврадагатху, это шустрюrt-сибирю, что если вы неислили, вы неислили, вы неислили, вы неислили. Срит-дарасванты, пайси активы. Пайси активы не дают использование. Пайси активы не дают использование сваргава. Мога-жана-тапа-саттелло. И когда пайси активы не дают использование материалов. То есть, как вы дают использование? Если вы имеете прибыль, бхакти-урмута-сукрути, то, возможно, вы не можете слушать бхакти-урмута-сукрути. Как это в Санскрите? Пунья? И далее в Шримад-Бхагаватам говорится о том, кто может слушать Шримад-Бхагаватам. Там говорится о том, что только тот человек, у которого очень много пунья, у него очень много определенных заслуг, у него есть только тот, у кого есть вот это вот богатство, только он может слушать Бхагаватам. А первый комендат Шримад-Бхагаватам, считаю, с вами говорит о какой-то благочестивой деятельности, как говорится, совсем не о той, о которой вы думаете. Потому что обычно люди воспринимают благочестивую деятельность как то, что следует в соответствии с ведами. Так вот, если ты следуешь, если ты выполняешь указание вед, то это дает тебе лишь достижение сварги. Это дает тебе только лишь удовлетворение своих желаний в этом мире. Этого недостаточно для того, чтобы появилась возможность слушать Бхагаватам. Ведь даже человеку полностью следует ведом, это еще не является гарантией того, что у него будет возможность слушать Бхагаватам, о том, что он поймет Бхагаватам. Для того, чтобы слушать Бхагаватам, для того, чтобы понять Бхагаватам, нужно им обладать Бхакти-он-Муха-Сукрити. Это значит, когда человек соприкасается в той или иной степени с Хари Гуру Вашнавами, с тем, что с ними связано. Это с Туласи, с Божествами, с Саду, со Шриман Бхагавана, когда человек какими-то из своих чувств, там, Пунья – это благочестивая деятельность в соответствии с Светами. Какая разница между Пуньей и Сукритой? Пунья – это когда ты следуешь соответствии с Светом, то, что тебе предписывают твою Дхарму в соответствии с твоей Варнашамадхармой. Это, если ты следуешь своим обязанностям, это называется Пунья. А что такое Сукрития? Сукрития – это когда у тебя было какое-то соприкасание с Саду в прошлом. Ты как-то послужил, что-то подарил, как-то помог, даже не понимая о том, что он Саду. Когда это постепенно накапливается, вот это образует Сукрития. Пахте-муха Сукрития. Кроме того, это может быть временным и вечным. Почему? Например, Пунья, если даже человек следует обязанностям, выполняет все свои обязанности в жизни, перед семьей, перед страной. То есть выполняет все, что сказано, даёт Ведах. Он, хотя и попадает, не начинает тогда после этого занимать высокие посты положения в обществе, высокие посты положения на сварге и выше, всё равно это будет его временным положением. Ему это дали, и у него это заберут. То есть это просто временное. А если человек накапливает бахте-муха Сукрития, если человек, вот то, когда он соприкасался с Вайшнами, то он когда-то служил Туласи, то он как-то соприкасался с тем, что связано с Господом Хари, то это накапливается и уже никуда не даётся. Его нужно будет берут, и здесь вечное накапливание. Да, это наше обещание будет отношений с лучшим организацией. У вас есть желание, у вас есть какие-то вещи, некоторые аниматели. Это будет Пунья. Это будет любовь, понимаете? Это будет любовь. Это будет исток. Это будет любовь, любовь и любовь. Это будет исток. и с Кришна, так и с Этеналом. И пунья — это только контакт с телом, с укритой, с укритой. Таким образом, это не Этенал, это с укритой. Мы имеем счастье, даже с укритой. То есть пунья или благочестие — это то, что связано с телом, а сукрити и бхактин-муха сукрити — это то, что связано с душой. Так вот тут нам нужны определенные заслуги, связанные с душой, а не связанные с телом, грубым и тонким. Хорошо? Если непонятно — переспрашивайте. Повтори, пожалуйста. Бхактин-муха сукрити — это деятельность, которая связана с телом, ой, с душой, и она вечная — это выкосновение с духовными вещами, например, башна, в асаду. А есть сукрити, которая... Пунья — это деятельность в соответствии с шастрами. Это сукрити не вечная, она временная. А что она всё подразумевает? Различная деятельность на уровне тела. Слюдывание варнаши мандарны. Да. Вот. Так вот. Теперь он говорит, что кто может слушать? Кто может слушать? Если кто-то слушает, или кто-то слушает? Или если кто-то слушает, что на прошлой жизни ничего и на скрите, то, что при этом employа в работу может быть так, то есть, как мы слышали, что это الجдают, это тоже сердце. Если вы не знаете, то, что у него какое-то молоко, и на скрите, но если вы не сможете скорость с ракуражами, И когда вы пытаетесь слушать Сукрити, то вы сможете слушать Сукрити. Он получит все необходимое Бхактин Муха. Если уже дается такая возможность, это нужно просто использовать и накапливать свой Бхактин Муха Сукрити. Как Бхактин? Ун Муха Сукрити. Неосознанное. Ун Муха. Хорошо? Унатолить. Если вы говорите, он, что Бхактин Муха Сукрити... Они рассказывают историю... Как это был Бхактин Муха Сукрити. Когда Бхактин Муха Сукрити, то если бы вас было сняти, то иначе был быксан. Но если бы одну из подозрела, то этого не было близко. Что, когда Господь приш demasi". Он длжал comечный бак, который пришёл, как молек. Что�로 I Ómit и Бхар ended. Он смысл mycket неtt Leaf, Когда он приводит к кришна, то он приводит к кришна. Но он не приводит к кришне, но он не приводит к кришне. Знаете историю о том, как клея и ков дуги, и как он был чистым домом. Знаете историю? Я не помню. Что ты не помнишь? Это у нас традиция, когда ков дуги очень пурят, и клея. И в дом в дом на мясо, там религи, в дом и кровь. В Индии, в любом традиции, ков дуги, ков дуги и клея. Где вода и ков дуги и ков дуги. И ков дуги там были, пока вы приходили. На одно из bombах, теперь ков дуги говорили о бикша. Ков дуги и ков дуги и ков дуги в ков дуги, Ков дуги и ков дуги и ков дуги не было. Садху. Теперь вот, вот теперь я сильно ударил, снова упомянулся, что все языком, уже замерзли, что я одинаково ни один друг, не елит, не дал ни одного права. Если я пришёл и снова отключил, я сбили садху, я на садху, прошёл ещё чтобы был вихны, и снова мы увидим, «Садху и в доме, садху и остащи меня, и я приезжаю, я хочу отдать, садху, Пример того, что является бхакти-унмуха-сукритя. Вайшнавы, когда идут в мир, то есть, когда идут к мирским людям, они идут не для того, что им что-то нужно, они идут для того, чтобы принести благо, принести определенное понимание, чтобы дать вот этот бхакти-унмуха-сукритя. И вот был один Вайшнав, который старался приходить в дом к одной женщине, чтобы дать ей возможность получить эти бхакти-унмуха-сукритя. Он приходил к ней к дверям и попросил, бхакти-унмуха-сукритя, дайте, пожалуйста, милость у нее. Ему нужно было дать, чтобы она хоть какое-то служение сделала, и чтобы Господь на нее провел милость. А эта женщина, она, естественно, воспринимала только все по-мерзки, и она часто его ругала. Что ты сюда пришел, нищий, попрошайка, ничего я тебе не дам. И она называла его другими обидными словами, то, что ничего не делает, только ходит, попрошайничает. И тогда, и она всегда, этот Вайшнав, вот в этом доме, как бы ему ничего не давали. Но он все равно приходил каждый день для того, чтобы, может быть, сейчас она что-нибудь даст. Но она всегда его обидными словами только прогоняла. И вот однажды, вот она говорит, в Индии есть такая традиция о том, что полы, когда убираются во дворе, это делается вместе с навозом. То есть раздирается глина вместе с навозом, и получается антибактериальное, хорошее, твердое, достаточно ровное покрытие. И вот эта женщина, когда застилала эти полы, она использовала определенную тряпку для этого. Когда она опять увидела эту Вайшнаву дверя, говорит, я сейчас ему покажу. И она бросила в него эту тряпку. Ну вот он. Тот получил эту тряпку, и я, правда, ну, наконец-то, она что-нибудь дала. Он пошел домой, простирал эту тряпку, повесил, посушил, нарезал аккуратненько на полоски, делал из них петельки и стал их предлагать Господу, как бы с этими петельками. И тогда, действительно, Господь на нее, конечно же, правил милость, потому что Господь принял ее служение, и сердце у этой женщины автоматически стало мягким. То есть она стала восприимчивым. Она стала более... Благоразумие к ней пришло. Господь подарил ей благоразумие, и тогда женщина вдруг стала чувствовать, ой, ну, почему я так плохо веду себя с Вайшнавами? Ну, почему я всегда ругаю обидными словами того, который ко мне приходил? Тут даже тряпку в него бросила. Что он на меня находила? Почему я так поступала, так ужасно поступала? И от этого он думал, вот если он сейчас ко мне придет, я уже ему точно. Я, во-первых, извинюсь перед ним, я ему что-нибудь обязательно, другую, хорошую, бикшу дам. Вот так Вайшнавы дарует Бхактин Муха Сукритян. Понимаете? 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 И так Бхага там заверяет о том, что если вы хотите даже меня послушать, то в сердце своем вы свяжете Кришна. Харибол, Харипол, Харипол, Харипол. Хариболь Haryal . Hare, Hare Krishna. Harerikrişuna . Ареala. Продолжение на карточки. Поролето. Карханда. Hare Krishna. Рассказ junior. Ваше учение надо . Адин Кирт . Харе Кришна! Харе Кришна! Субтитры создавал DimaTorzok Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Johei Krishna Krishna自己 Они просто не осознают ценность своей жизни, в Кали-юге. Иначе он говорит, что если человек хочет бхажа, если женщина хочет бхажа, то мужики точно точно сопротивляются. Если девушка занимает бхажа, то мужики точно точно сопротивлялись. Если у мужчины卖, то его мужа, и папа, не поддерживает. Если у них мужа и папа, то его мужа и не поддерживает. Уже есть много людей. Но приходит, если вдруг человек, даже если нашелся такой человек, который понял ценность своей жизни, понял смысл своей жизни, какие сложности ждут тогда такого человека. Если кто-то заметит, потому что кто-то стал совершать свой бажен, все будут ему мешать при этом. Если муж начинает совершать бажен, жена будет ему мешать. Если жена будет совершать бажен, муж ее будет оттуда стягивать. Если сын, то родители, если родители, то сын. Все будут просто вытаскивать человека оттуда. И иногда, если кто-то не хочет, они не доступны. Саду-самда тоже не доступны. Паламанда, суммандаматя, о, вы знаете, бхаги тоже не будут. Есть так много проблем. Человек, люди, рожденные в Кали-югу, вообще как таковую Кали-югу, их называют неудачливыми душами, потому что даже если человек захотел заниматься баженом, даже если ему будут все мешать, то очень редко получить. Даже если он хочет совершать свой бажен, ему очень редко получается возможность саду-санги, где он может это получить. Он хочет, и нет такой возможности. Очень много препятствий. Если кто-то хочет делать бхаги, то иногда очень большие болезни, очень большие болезни, которые не могут сделать бажен, если кто-то хочет, то тоже. А бывает о том, что вот уже и есть эта возможность, и иногда есть уже и саду-санга, и возможность совершать свой бажен есть, но вдруг подкрадывается определенная болезнь, которая полностью делает тебя неспособным к этому. Он говорит, что-то у него ответил, что-то у него ответил. Когда мы о своем Challenge, это был такой уровеньpes sedanans, в котором вы обследшитесь,amment же Акашкин и Суторма-Ж faith. Далее, заметьте о том, что Шримад Бхагаватам — это беседа между Шоуна Корешей и Суттой Госпани. Чему учит Бхагаватам? Шоуна Кореша — это глава древнейших мудрецов. Он является из них одним из самых высших. Но он здесь вопрошает об истине у Сутты Госпани. Сутта считается человеком из низшей класса общества. Сутта — это может быть совершенно неграмотный человек, человек, который не занимается подобным. Но здесь Шоуна Кореша спрашивает вот эти вопросы у Сутты Госпани. Бхагаватам учит нас тому, что ни рождение, ни образование определяет человека, о том, кто на каком, понимает ли он Бхакти, бывшим является тот, у кого, кто понимает Бхакти, бывшим тот, кто у него, у кого находится в сердце Бхакти, тот знает абсолютную истину, а не тот, кто родился в высокой семье, получил хорошее образование, имеет какие-то другие качества. Вот тот, у кого есть Бхакти, к какому бы классу он ни относился, к какому бы материальных обозначений там ни было, вот именно он занимает это высшее положение, и к нему надо обращаться за истиной. И посмотрите, как Господь обычно всегда открывает Себя именно простосердечным людям, простым людям, простодушным людям, а не те, кто ослеплены гордостью, какими-то своими особыми достоинствами или качествами. Если посмотреть на игры Господа Рамачандры, то там в рамане описаны, либо это какая-то лесная женщина, которая живет, либо это ворон, либо это обезьяна, либо это лодочник, либо это... Там в основном все спутники Рама, все его слуги, это именно кто-то из низшего, из низших видов жизни и человеческого общества. Итак, Шауна Кариши задает шесть вопросов у Сутагасана. Эти шесть вопросов он задает не для себя лично, а для нас, чтобы мы знали ответы на них. Да, первая вопроса у Сутагасана, первая вопроса у Сутагасана, что это... Первое, что я задаю, спрашиваю Шауна Кариши, как сделать свою жизнь спокойной? В чем моя главная обязанность, что я должен сделать прежде всего? Третье вопрос, что является высшим благом? Понимаете? Хорошо? Это ведь для нас вопрос. И вторая вопроса у Сутагасана, вторая вопроса у Сутагасана, ай? Вторая вопроса. Это будет первая вопроса. Первая вопроса, а теперь слушаясь. Как сделать жизнь спокойной? Да, это есть. Какой великое есть, и какие обязанности? Это будет первая вопроса. Ай? Это все к первому вопросу относилось. Эканди Г bonded, которая говорит, что если вы можете сделать такие вещи, то не можешь сделать. То есть на санскрите этот вопрос звучит так, что они спрашивают о швея, просто так как санскрит очень многозначительный, поэтому чтобы понять это к нашей ситуации, поэтому это получается из нескольких вопросов. Швея как раз под этим подразумевает, что нужно сделать для того, чтобы достичь нечто швея, которое удовлетворяет вот эти вопросы, что приносит покой, приносит счастье, благополучие, что нужно сделать для того, чтобы это достичь швея. Второй вопрос, он спросил, как легче всего удовлетворить Господа? Что значит к слушанию? Что значит слушание? Это третья вопрос. Вторая вопрос. Что является результатом слушания? Словон, как с вами слушаете, но почему же ты не слушаешь? И что является той сутью, которую нужно услышать, чтобы суть этого сказали? Третье вопрос, который говорит о том, что в прошлом времени Кришна, и Браджандры Кришна, и Матурас Дварагады Кришна, both Кришна, он говорит о том, что в прошлом времени. Расскажите, пожалуйста, об играх Бога. И это четвертое вопрос, что не только Кришна, но и о его инкарнациях также. Да, есть Матса, Курма, Бараха и Христина. Он имеет очень хорошие инкарнации и все остальные инкарнации. Он тоже хочет послушать. И это пятое вопрос. Ларс, это очень-очень-очень последний год. Боих последний год, и Боих последний год, и его последний год, и он говорит о том, что это просто. Пятый вопрос. Что из всех этих божественных игр является самыми сладостными, самыми высшими играми, Господа? Как он поднимает гирирадж-говардан, как он совершает танец-раса, об этом спрашивает. Как он ворует масло по домам. И это шестой вопрос. Когда Кришна оставил этот мир, Дхарма, где он был сладостным? В последнем шестом вопросе Шоуна Кариши спрашивает. Когда Кришна ушел из материального мира, где спаслась Дхарма в Кали-юга? Где она приняла прибережье? Где можно найти Дхарму? Когда Кришна слушает эти вопросы, то Суто-госвана становится очень счастливой. Почему это шестой вопрос? Если вы говорите что-то, то только он сказал. То есть, он становится очень счастливой. Когда Кришна идёт на саду, вы не можете спросить о материальном вопросе. Вы не можете спросить о спиртуальном вопросе. Почему саду всегда обсуждает эту спиртуальность? Поэтому, в первую очередь, он становится счастливой. После таких вопросов Суто-госвана очень обрадовался. Он обрадовался, потому что все эти вопросы были на его любимую тему. О Господе Ши Кришне. Когда вы приходите к саду, лучше всего их спрашивать нужно только лишь о духовном. Когда мы спрашиваем о саду о мирском, мы просто стягиваем его вниз на свой уровень. Поэтому это не будет их радовать. Они будут радоваться о том, когда их спрашивают о духовном. Хорошо? Хорошо. 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 Сейчас лекцию мы заканчиваем. Если у кого-то есть вопросы, то можно вопросы задавать. Хорошо? Хорошо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин